Неживописные пейзажи. Улица 13-я Березняковская областного центра, одна большая свалка. Здесь и строительные отходы, и бытовой мусор, причем в таком количестве, что привозят их сюда явно на грузовых машинах. Активисты Народного фронта свой фронт работ на этом объекте определили так – собрать нужных людей, указать на проблему и проконтролировать ее решение. К нам обращались неоднократно жители. Мы пытались и сами выезжать на эту свалку, осмотрели ее всю. И сегодня собрали всех заинтересованных лиц, в том числе Департамент природопользования, Росприроднадзор, природоохранную прокуратуру, общественность свою, администрацию города и района. То есть, ну, окончательно все-таки как-то выработать какие-то определенные позиции по уборке этой свалки, по недопущению, вернее, дальнейшего несанкционированного вывоза сюда мусора. Эта свалка ни для экологов, ни для чиновников открытием не стала. Представители мэрии рассказывают – убирают каждый год, а она вырастает снова. Ликвидируют гигантскую помойку и этой осенью. Деньги выделены. Средства у нее заложены, порядка 1 миллиона рублей. В сентябре и октябре текущего года мы планируем ее ликвидировать. Более того, в прошлом году мы эту свалку ликвидировали. Примерно было вывезено 6 750 кубометров. Но с учетом того, что, скажем, здесь территория не огорожена, несмотря на то, что мы издали постановление о прекращении движения транспортных средств по этому участку дороги, мы видим, что это возобновляемое. Нарушитель экологического порядка облюбовали эту улицу не случайно. Располагается она неподалеку от платного полигона. Темная и немноголюдная. Поймать за руку грязнулю практически невозможно. А если удастся, то отделается он малой кровью. Если при рейдовых мероприятиях задерживаются конкретные машины, то как раз представитель ГИБДД помогает остановить эту машину, запросить документы. И неотвратимость наказания как раз есть. Вопрос только в том, что оно чаще всего это к физическим лицам. И сумма наказания невелика, порядка тысяч рублей. И, конечно, она, наверное, не совсем останавливает в дальнейшем, опять же, предпонимать такие действия. Одна глобальная мера по наведению экологического порядка уже принята. Введено лицензирование, без которого невозможна транспортировка мусора. Что касается этой свалки на 13-й Березняковской, избавиться от нее получится лишь после ремонта дороги. Специалисты убеждены, на новой проезжей части с оживленным движением мусорить рука не поднимется. В ближайшие 2-3 года мэрия обещает данный участок благоустроить. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.